РТРС и Сбербанк Страхование, команда которой в прошлом сезоне спорили за серебро. В втором дивизионе этой конференции два матча они провели в прошлом сезоне. Две победы у Сбербанк Страхования. 2-1-4-0, но при всем при этом РТРС оказался выше, бронзовые медали забрал, обогнав Сбербанк Страхование на совсем ненамного. Если говорить точно, то два очка составила разница в баллах. В общем, команды знакомы, известные, сильные и слабые стороны друг друга. Особенность о незнании слабых сторон может говорить Сбербанк Страхование. Вот в весеннем сезоне встречались, в марте и в мае. До этого между собой не играли. И в Кубковых формировках, кстати. Тоже личных встреч... Личных встреч не было. Довольно осторожно начинают команды. Право на штрафной получает РТРС. Юрий Александрович Маслаков руководит действиями своих подопечных. Стенка отодвинута на положенное расстояние. Два человека в стенке, никто не отправился закрывать штангу, что интересно. Видна тренерская наработка. Вот, включаясь за РТРС, здесь на ближней к нам бровки пытался. Набрать скорость игрок. Пробежал из чужих ворот, пришлось возвращаться обратно. Так его и не наградили ничего. И в дуги аут мяч покинул полностью пределы поля. Пробежал из чужих ворот. Пробежал из чужих ворот. Пока довольно сумбурная игра получается. Никто толком мяч под свой контроль забрать не может. Ну и самая длинная комбинация, может быть, передача 4 на щит. Вот сейчас, по-моему, рекорд длинного комбинации мы как раз увидели. Ну и то это все. Передача в основном назад. Вот сейчас выход 1 на 1. И реализован выход. То есть забивает. Сбербанк страхования. 1-0 у нас. Хаил Шкель снова отличился. Не беру разу сегодняшний день. И снова неплохая позиция. И для розыгрыша, и для непосредственно прямого удара. И это розыгрыш. Ну, мяч резался с ноги бьющего. Ничего серьезного и опасного не произошло. Мяч пересек линию. К сожалению, болельщиков Сбербанка. Хороший плеский получился удар здесь. На добивании кто первый окажется. И вот еще один удар. Да, 1-1. Хорошее начало. Сегодня мы не часто видели, чтобы в первом тайме обе команды забивали. Мяч должны вводить игроки РТРС. Почтали нас обрали. Не первый раз за сегодня наблюдаем, что Сбербанку довольно комфортно играть вторым номером, но и РТРС здесь особой инициативы брать не хочет, потому что если всем составом на чужую половину поля перейти, то автоматически много зон свободных останется сопернику. И тренер РТРС безусловно понимает, поэтому напоминаю подопечным о том, что главное не забывать про оборону. РТРС-то тоже от обороны играет в первую очередь. Еще один опасный момент от РТРС. Короткий розыгрыш и удар. Ну, неумышленное получилось нарушение правил, хотя досталось, конечно, игроку Сбербанку очень неприятно, подболей нет. Ну, поскольку солны и машины здесь бежок обошлось. Утр-ТРС своими действиями в очередной раз доказывает, что атаковать не обязательно большими силами. Сбербанк позиционную атаку начинает. Ну, недолго хватило Сбербанка на такую позиционную борьбу, ну и сирена здесь подкралась незаметно. Уходим на перерыв. Второй тайм у нас по-прежнему на поле от РТРС и Сбербанк страхования. Сбербанк страхования на пятой минуте вышел вперед, на седьмой минуте РТРС удалось отыграться усилиями Ильи броненникова. Какие следующие действия? Ну, определят, какая из команд сильнее. в силу того, что у нас все команды сегодня теряли очки, у нас побороться с победителями, чтобы побороться в теории РТРС для того, чтобы промежуточное первое место занять. Ну, если сейчас есть, то хорошо. Впереди еще игры РТРС против Нардеа и против за рубеж нефти. А вот для Сбербанк страхования сегодня это заключительный матч. Впереди еще один. 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 Очень быстро ТРС реагирует на потери мяча. Если случаются, то моментально всей пятеркой отходит на свою половину, желательно за линию мяча. ТРС реагирует на свою половину, желательно за линию мяча. Но он залетел не с той стороны, с которой положено. Главой Сбербанка вратарю не удалось сразу зафиксировать мяч в руках. Атака продолжается. Еще один дальний удар. На этот раз все было под контролем вратаря. Повторить ввод мяча, в отворот. Очередной отбор в центре от Сбера. Не прошел пас. РТРС не торопится, особо не рискует. Понимая, что играет с, возможно, основным своим соперником, главным конкурентом, он думает, что ничья не самый плохой результат. Главное не подарить очки соперни. А своим можно будет играть в матчах с третьей командой. Вот, например, с Нордея за рубеж нет. Снова с линии пули разыгрывают мяч. Снова с линии пули разыгрывают мяч. Давай, давай, ходим, ходим, ходим. Сбербанк страхования тоже не слишком торопится. Пытается включать фротаряк атакам. Да и защитники переходят через центр довольно неохотно. В общем, складывается впечатление, что все согласны на ничью и ждут финального свистка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сейчас было опасно. Может быть, такие неожиданные выпады будут нас удерживать в оставшиеся 2 небольшие минуты от того, чтобы окончательно уснуть. Большими силами здесь никто атаковать уже не собирается. Да зачем, блядь! Довольно жесткое столкновение, но в рамках правил. С скамейки призывают товарища проснуться. И вот как раз тот неожиданный выпад, о котором мы говорили. Правда, в большей степени, наверное, его ждали от Сбербанка страхования, но огрызается РТРС. 2-1 и совсем немного времени до финального свистка. РТРС сразу наносит удар по воротам, не точно. Так и не скажешь сходу. Что же случилось? РТРС создали себе момент или это соперник подарил? РТРС. 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 Снова остановлен Сбербанк страхования. Вдвоем выкатываются на ворота против голкипера и защитника. И все шансы вытастили в шок 3-1 и снять вопросы у победителей этого матча, но в итоге не реализовали. Напарываются на очередную контратаку РТРС. РТРС. Вышел Оро. Удар. Невероятно острого угла. Такого не забьешь, если не Роберто Карлос. РТРС. 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 РТР.